Тогда зачем занимали такую сумму? Мы же с первых дней тратили государственные средства на обслуживание этого займа. Госдолг Казахстана стремительно растет. Депутаты выразили беспокойство. Нельзя, чтобы министры брали иностранные займы по своему усмотрению, заявил Нигматуллин. Голова счетного комитета заявил, что рост госдолга Казахстана нас тревожит. А перед началом хотел бы попросить вас, чтобы вы подписались на наш канал, если вы впервые. Не забывайте прожать палец «Мне нравится», нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующий выпуск. Ну и конечно же, если вам понравится видео и наш канал, вы можете поддержать его существование донатом. Ссылочка будет в описании. Ну а мы начинаем. Депутат Сената Ольга Перепечина выразила беспокойство стремительными темпами роста государственного долга Казахстана. За год он вырос сразу на 25%, или 4,2 триллиона тенге. Такие данные парламентские привела во время уточнения бюджета страны на три года в Сенате. По ее словам, рост расходов республиканского бюджета обеспечен традиционно за счет трансферта из нацфондов в сумме 850 миллиардов тенге и увеличением объема дефицита до 2,760 миллиардов тенге, или до 3,5 к ВВП. Перепечина подчеркнула, что для финансирования дефицита бюджета Казахстана продолжает использовать международные займы. И это уже стало сложившейся тенденцией роста государственных обязательств. Для этой цели в 2020 году уже привлечен внешний займ в размере 1,5 миллиарда евро. Растут расходы на обслуживание долга, который в 2021 году достигает порядка 1 триллиона тенге, или 6,2% от общего объема расходов. Согласно прогнозу, пик погашения правительственного долга приходится на 2023 год. И мы вынуждены будем изыскать уже 1,5 триллиона тенге. Несмотря на сложившиеся оптимистические показания, тема государственного долга вызывает обеспокоенность из-за стремительного темпа роста. Только за год он увеличился на 4,2 триллиона тенге, или на 25%, сообщила депутат. Сенатор добавила, что долг местных исполнительных органов в регионах республики также растет. За 2020 год он вырос в два раза. И это несмотря на то, что все регионы, за исключением четырех регионов-доноров, получают финансирование из республиканского бюджета. Возникает большая вероятность, что их обязательства лягут тяжелым бременем на республиканский бюджет, выразила свои опасения депутат. Ранее парламент Казахстана одобрил увеличение расходов бюджета на 1,3 триллиона тенге, свыше 3 миллиардов долларов, приняв поправки в законе о республиканском бюджете на 2021-2023 годы. Спикер мужилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин готов поддержать меру об уголовной ответственности министров, которые берут необоснованные внешние займы. Ранее глава счетного комитета Наталья Годунова заявила, что уровень госдолга Казахстана ежегодно растет. Сейчас госдолг Казахстана составляет 26 триллиона тенге. Соотношение долга к уровню ВВП достигло 29,4%, хотя рекомендованный уровень госдолга, по словам Годуновой, составляет 27% к ВВП. Эти цифры возмутили депутата Можилиса Артура Платонова, который заявил, что Казахстан перешел красную черту. В ответ на это министр финансов Ярулан Жамаубаев заявил, что 2020 год был очень сложным. Для финансирования антикризисных мер дефицит бюджета был увеличен. С такой ситуацией столкнулись многие страны, в том числе развитые. Нам необходимо будет увеличить доходную часть бюджета в первую очередь, снизить уровень теневой экономики, провести оцифровку всех налоговых и таможенных процедур, сказал министр. Спикер Можилиса прокомментировал слова главы Минфина. Вы должны сказать, коллеги, мы не можем постоянно в нацфонд лазить, не можем все время на внешнем рынке заимствованием заниматься. Когда будем работать? Пока вы так не будете ставить вопрос, найдут аргументы опять попросить из нацфонда. Убедить, что надо заимствованием заниматься. Жумабаев, как главный финансист Казахстана, давно должен был понять проблему с госдолгом, заметил спикер Можилиса. В качестве примера необоснованного займа спикер привел в пример займ, который в 2017 году привлекло Министерство образования. Деньги в размере 67 миллионов долларов ведомство заняло у ведомственного банка для реализации проекта по внедрению среднего образования. В 2020 году это же министерство инициирует аннулирование части средств этого займа в размере 49,5 миллионов долларов. Вопрос, зачем занимали такую сумму? Мы же с первых дней тратили госсредства на обслуживание этого займа. И такая картина по многим министерствам. Надо делать выводы. Надо, чтобы министры не бегали, не заимствовали деньги у иностранных банков на свое усмотрение, добавил председатель Можилиса. Председатель счетного комитета Казахстана Наталья Годунова выразила обеспокоенность скоростью, с которой растет уровень государственного долга страны. В Можилисе парламента Казахстана рассмотрели отчет счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в 2020 году. Как заявила Годунова на заседании, уровень госдолга ежегодно растет. Сейчас госдолг Казахстана составляет 26 трлн тенге. Соотношение долга к уровню ВВП достигло 29,4%. Министр финансов Ерлан Жамабаев парировал, государственный долг Казахстана остается на безопасном уровне. Совершенно верно, что уровень госдолга находится в безопасных пределах. МВФ считает до 60% ВВП безопасным уровнем. Но сама динамика нас тревожит, ответил Годунова. Глава комитета отметила резкий рост в 5 раз долга местных исполнительных органов. На начало этого года показатель составил 1,1 трлн тенге, хотя на 1 января 2020 года всего было 217 млрд тенге. Пока это в рамках утвержденного лимита в 1,6 трлн тенге, но создает риск в будущем, заключила Годунова. Насколько превышен лимит по госдолгу? На 2% установленной концепции нормы. Если же сравнивать с 2014, то вовсе на 7%. Однако, как мы знаем, заимствования в экономике считаются нормальной практикой. Например, в США госдолг составляет 27 трлн долларов. Это 133% от ВВП страны. Лидером по этому показателю стала Япония – 257%. Эксперты отмечают, что большинство стран мира имеют госдолг свыше 50%. Но в Казахстане вопрос в другом. Деньги занимаем, расходуем неэффективно. Критика по традиции прилетела министру финансов. Мы перешли к красную черту. 27% концепции новой бюджетной политики утверждена. Сегодня 29,5%. И занимаем, занимаем. Пожалуйста, господин министр финансов. Вы чувствуете, что у вас общие фразы? Понимаете, в чем вопрос? Ирлан Каджберс, при всем уважении к вам. У вас должен быть план А, план Б. Вы должны сейчас со всеми коллегами, членами правительства, особенно отвечающими за реальный сектор экономики, вы должны с ними сейчас четко отработать, сказать коллеге, еще год-два мы же не можем постоянно, Александр Иванович, национальный фонд лазит, не можем все время на внешнем рынке заимствованием заниматься. О том, что занимаемые деньги надо тратить эффективно и вводить ответственность руководителей за неправильное или несвоевременное расходование средств, говорили не раз. Однако ВОЗ и ныне там. К примеру, в 2017 году МОН с целью модернизации среднего образования заключила соглашение со Всемирным банком на сумму 67 миллионов долларов. В 2020 году это же ведомство аннулировало часть средств займа в размере почти 50 миллионов долларов. Вопрос, тогда зачем занимали такую сумму? Мы же с первых дней тратили государственные средства на обслуживание этого займа. Вопрос, конечно, не к нынешнему министру образования, который, напротив, разобрался, сократил сумму займа и реализовал данный проект за 17,5 миллионов долларов. То есть, оказывается, можно было уложиться и в эту сумму. Но ведь, Алихан Саныч, кто-то организовал этот займ на 50 миллионов долларов? Больше, чем требовалось. И такая картина, Алихан Саныч, по многим министерствам. Что касается Нацфонда, то, по словам главы счетного комитета Натальи Годуновой, необходимо обеспечить его максимальное пополнение. К сожалению, есть факты, когда средства, подлежащие перечислению, туда не попадают. Это связано в том числе с предоставленным правительством правом субъектам квази-государственного сектора использовать средства от приватизации активов на погашение их внешнего и внутреннего долга. Такую практику нужно исключить, считает Годунова. Также были случаи, когда денежные средства компаний нефтяного сектора зачислялись в республиканский бюджет. Только за 2020 год по компаниям-партнерам Карачаганакского и Северокаспийского проектов недопоступило 700 миллиардов тенге. Финансирование объектов экспо-городка планируется вернуть на два года позже запланированного срока. О новых планах Минторга стало известно сегодня на заседании Мажелиса. Так, в ответ на запрос депутата Сырыма Ертаева, глава ведомства Бахат Султанов сообщил, что к началу 2024 года на содержание выставочных павильонов из госказны не уйдет ни одного тенге. А пока стеклянный городок обходится государству в копеечку. В прошлом году на хозяйственные нужды экспо потратили почти 7 миллиардов тенге. На этот год заложено 3 миллиарда, а в следующем запланировано в два раза меньше. В 2023 году всего 374 миллиона тенге подбил цифры султанов. И это с учетом того, что практически все помещения экспо сданы в аренду. На сегодня только 2% площадей остаются в резерве. На вопрос спикера Мажелиса Нурлана Нигматулина, почему сроки сдвинуты, Султанов привел самый популярный за последние два года аргумент – карантин. Алихан Асханович, просьба. Сами подключитесь к этому вопросу. В прошлом году министр обещал в 2022 году прекратить. Сегодня, говорит, 2024 год. Карантин, карантин. У вас во всем карантин виноват. Обеспечим. Ну а что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите в комментариях. Не забывайте подписаться на наш канал, если вы впервые. Прожать палец «Мне нравится». Нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч. Продолжение следует...